Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперболей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперболей. Вы, конечно, знаете, что в начале недели появился проект постановления правительства о признании национального проекта Рухани Жангру утратившим силу. Модернизация сознания отменяется, поскольку она оказалась неэффективной. Во вторник на нашем канале вышел специальный выпуск на эту тему. И в нем мы вспомнили скандал пятилетней давности, когда выяснилось, что логотип программы Рухани Жангру был, мягко говоря, позаимствован у французской компании. На этой неделе выяснилось, что в проекте модернизации сознания украли не только логотип, но и название, и саму идею тоже спиндюрили. Сейчас вы все узнаете, а пока подпишитесь на канал Гиперболей, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске, ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку и моральную, и материальную. Коп-коп, Рахмет, огромное всем спасибо. Вы с Бергемиз, мы делаем Гиперболей вместе. Начинаем. На днях мне написал Айдар Егеубаев, управляющий партнер юридической компании «Воронов и партнеры», и скинул ссылочку на выступление российского режиссера Андрея Кончаловского в Совете Федерации Госдумы РФ в 2015 году. А статья Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», напомню, вышла 12 апреля 2017 года. Я покажу вам несколько фрагментов из речи Андрея Сергеевича. Уважаемые коллеги, сегодня в рамках нашей новой рубрики «Время эксперта» мы пригласили выступить советского российского режиссера, сценариста, президента Российской Академии кинематографических искусств НИКа, народного артиста Российской Федерации Андрея Сергеевича Кончаловского. Вы дали такую интересную тему «Модернизация сознания». Я думаю, что после вашего выступления у многих произойдет та самая «Модернизация сознания». Прошу вас, уважаемый Андрей Сергеевич. Надо думать о том, что формулировка такого вопроса, как формирование национального сознания и гражданина, должна опираться на очень глубокий анализ менталитета. У нас такое слово «менталитет», можно сказать, «нравы». Вот этот анализ русской культуры, в общем-то, не происходит. Почему у нас есть замечательные ученые, антропологи, социологи, прекрасно глубоко мыслящие люди, которые, к сожалению, не представляют сегодня того интеллектуального ядра, которое могло бы быть для того, чтобы вооружить государство и власть представлением о том, как двигаться в направлении модернизации не экономики, с которой я никогда не дружил, и с математикой тоже, но в модернизации русской психологии. Я ввел такой термин «культурный геном». Он тоже существует. В каждой культуре есть определенный геном, который мы не разобрали. Но нам свойственно вообще, в принципе, не задумываться о том, как мы поступаем. Русскому человеку свойственно больше верить, чем размышлять. Я мечтаю, я надеюсь, я доживу, что создаться панель, которая будет заниматься анализом русского этического кода, на основе которого будет выработана программа, и волево правительством будет проведена в жизнь программа воспитания первого поколения современного русского человека. То, что Кончаловский называет «культурный геном» или «этический код русского человека», в статье Назарбаева названо собственным национальным кодом. Да и вообще, в речи российского режиссера и в статье бывшего казахстанского президента немало созвучий. В этом вы можете убедиться сами. Ссылки и на то, и на другое я оставлю в описании к этому ролику. Что же мне дает основание говорить, что идея и название казахстанской программы «модернизация сознания» были спиндюрены? Дело в том, что этот термин «модернизация сознания» применительно к белковым созданиям, то есть к людям, на русском языке употребляли только Кончаловский в 15-м году и Назарбаев в 17-м. Но я не зря подчеркнул на русском языке. Оказывается, Андрей Сергеевич тоже не был оригинален. Еще в 1974 году вышла книга «Homeless Mind. Modernization and Consciousness. Бездомный разум. Модернизация и сознание». У нее три автора – Петер Бергер, Бригит Бергер и Ханс Фрид Кёльнер. А в 1977 году в американском научном журнале была опубликована статья Артура Гейла из Университета Альфреда. «The Modernization of Consciousness and the Appeal of Fascism». Модернизация сознания и привлекательность фашизма. И еще один факт, который, возможно, имеет отношение к делу. Настоящим автором программы, Рухани Жангру, политологи называли Марата Тажина. Когда вышла статья Назарбаева, он работал первым заместителем руководителя администрации президента. А затем, вплоть до ссылки послом в Чехию, был ее куратором. А вот когда выступал Кончаловский, Тажин служил послом Казахстана в Москве. Он им был с 2014 года по начало 2017. Конечно, из Астаны тоже можно онлайн следить за тем, что происходит в России и, в частности, в Совете Федерации. Но, наверное, когда сидишь в Москве, в российскую повестку вникаешь как-то глубже. Впрочем, я ни на кого конкретно не показываю пальцем. Ни на Тажина, ни на бывшего президента. Просто констатирую факт. И логотип, и идея, и название программы «Модернизация сознания» были спиндюренны. И оказалось, что это «Модернизацию сознания» перевели на казахский язык как «Рухани Жангыру». Они «Рухани Жангыру» перевели на русский как «Модернизация сознания». Я не буду комментировать тот факт, что основные элементы программы обретения национальной идентичности – это имя, графический символ и главный посыл – оказались заемными. Лучше «Швонгера» все равно не скажешь. Это какой-то позор. Еще пару слов. СМИ пишут, что «Рухани Жангыру» обошлось в 119 миллиардов тенге. Действительно, столько было выделено на 21-25 годы на национальный проект «Рухани Жангыру», который сейчас ставят на утрату. Но это было спустя 4,5 года после выхода статьи Назарбаева. А разве раньше за все эти годы не выделялись деньги на «Рухани Жангыру»? Да еще как выделялись. На что-то же построили центр «Рухани Жангыру» в Талдыкургане еще в 2018 году. На что-то же существовал Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жангыру», который создали еще в апреле 2019 года. Да и в конце концов, не бесплатно же нам выносили мозг этой модернизации сознания, начиная с 12 апреля 2017 года. Просто до 2021 года «Рухани Жангыру» называлась государственной программой. А в 2021 году госпрограмма стала национальным проектом «Рухани Жангыру» в числе других 10 нацпроектов, которые придумал Токаев. Я и так тому, что все деньги, которые бюджет истратил на модернизацию сознания, не ограничиваются 119 миллиардами тенге. Наверняка они кратно больше. А узнать, сколько именно было потрачено, думаю, это задача высшей аудиторской палаты. Вот что пишет в Фейсбуке финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. Недавно он был у нас в гостях на канале. С воодушевлением воспринял новость о постановке на утрату ряда госпрограмм и нацпроектов. Но очень хочу сначала посмотреть их подробный аудит. Откуда и куда девались деньги? Какие компании на этом заработали? Буквально десятки миллионов долларов и все такое. Без аудита перед закрытием это будет как будто закопали тело госпрограммы, перед этим вытащив все деньги. Но это тогда реально реконструкция старого Казахстана. Насчет подробного аудита я абсолютно согласен с Расулом. Счетный комитет переименовали в высшую аудиторскую палату не только же для красоты. Палата аудиторская, значит ей и аудит в руки. Я правильно говорю? Наталья Николаевна Годунова. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Будете регулярно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за донаты. Коп-коп Рахмет. Огромное всем спасибо. Мы делаем гиперболей вместе. Донаты послать очень просто. На номер телефона, на номера банковских карт, халык и Каспий Голд. На Каспий Пэй. Перед вами на мониторе QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий. А зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе переводов в ПэйПал. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау Бонус Дар. А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на гиперборей. Грей, 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 гиперборей. Грей, грей, грей.